приветствую вас на канале дневник строителя меня зовут евгений в сегодняшнем выпуске вы увидите необычный одноэтажный дом с мансардным этажом в котором сделана чистовая отделка установлена мебель и техника на нашем youtube канале уже есть обзор этого дома состоянии по чистовой отделку там я детально разобрал все помещения их функционал рассказал о стоимости этого дома и естественно показал все этапы строительства поэтому в этом выпуске вы этого не увидите но под видео естественно будет ссылочка на предыдущий выпуск конкретно этот выпуск будет посвящен теме дизайна интерьера покажем что здесь было сделано при чистовой отделке естественно каждый из вас что-то сможет взять для себя поэтому друзьям и ставьте лайк погнали мастер комнате установлена конечно же большая двухспальная кровать посмотрите как стильно оформлено изголовье по краям кровати естественно тумбочки с розетками с подсветками в целом стоит отметить что в этой комнате очень на высоком уровне сделано освещение в этой комнате нет отдельной гардеробки но есть вот этот огромный шкаф купе зеркалами до самого потолка в нем естественно большое количество разных вешалок полочек шкафчиков в общем друзьям и и по функционалу он ничем не уступает комнате гардеробной санузел в мастер-комнате в нем есть душевая кабина унитаз раковина небольшое окно для дополнительного проветривания и освещения в принципе по наполнению таким и должен быть санузел в мастер-комнате утром стали умылись легкий душ и вперед трудовым подвигом в этом доме как и во многих других которые мне доводилось проектировать и строить конечно же есть система теплого пола везде кроме как спальных комнатах и зачастую когда я озвучу при обзорах своих домов вот этот момент что в спальных комнатах у нас нет теплого пола в комментариях сотни людей а может даже тысячи пишут это потому что в основном спальнях кладут либо паркет либо ламинат они плитку соответственно нету теплого пола потому что ламинат и паркет с теплым полом как бы ну не дружат но на самом деле друзья мы это огромное заблуждение вот в этом доме как раз таки мы находимся в коридоре здесь теплый пол кухня-гостиная теплый пол мы в нее пройдем и здесь везде вложен ламинат ламинат который не боится теплого пола поэтому друзья мои есть и ламинат и паркет который абсолютно нормально как бы работает он не поднимается он не раздвигается при работе теплого пола почему мы не монтируем систему теплого пола спальных комнатах я в этом году расскажу будет специальный выпуск вообще на тему теплого пола стоимость монтаж и так далее все тонкости поэтому друзьям и чтобы ничего не пропустить обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал в детских спальных комнатах сделана чистовая отделка но как вы видите еще не установлена мебель техника но за счет вот этих 3d картинок вы сможете понять какими они будут на финише кухня-гостиная которая поделена на две зоны зона кухонная и зона гостевая обратите внимание на потолок конкретно на его форму на количество фонарей освещения естественно у них у всех разное предназначение зона гостиная как вы видите здесь уже установлен большой комфортный диван напротив твшная зона обратите внимание на вот это витражное окно в пол она даже не открывается но основная его задача конечно же большой поток дневного света но при этом обратите внимание на то какой простор в целом этой зоне она добавляет поэтому друзья мои при изготовлении проекта всегда обращайте внимание на большие окна и в принципе витражи оцените как выглядит вот эта стена на гостиной зоне это не штукатурка это настоящая клинкерная плитка которая создает имитацию кирпичной стенки дизайнерский радиатор который идеально вписывается в интерьер но откровенно говоря вряд ли когда-либо он будет работать потому что на всех моих домах без исключения где есть система теплого пола радиаторы как правило не работает зона кухонная конечно же собиралась по дизайн проекту посмотрите вся необходимая мебель техника здесь уже установлена максимально комфортная при том всем что в принципе у нее небольшая площадь но друзья мой функционал просто потрясающе смесители с проточной и фильтрованной водой это правильное классное решение возьмите на заметку вот это решение с розетками столешницы то есть вот она столешница сейчас здесь ничего не мешает но если понадобились розетки нажали и три розетки вот они появились попользовались нет необходимости и все его основа прямая столешница обратите внимание что печь установлена не газовая а индукционная в принципе я вам скажу за последние годы тенденция такова что 60 то есть 70 процентов людей которые обращаются ко мне за строительством также дальнейшем мы помогаем газификации дома они отказываются от газовых печей в пользу от индукционных сейчас на них большой спрос но друзья мы что я хочу сказать что какая бы печка вам не нравилось в любом случае когда вы делаете проектную документацию дома на газ всегда делаете указывайте газовую печку будете вы пользоваться или не будет это дело второе но вывод кстати как на этом доме есть он должен быть мало ли вдруг вы попользуетесь она вам не зайдет и вы захотите установить газовую печь если у вас здесь проектной документации нет вывода трубы газовой то соответственно вам придется заново это все проходить за кухонной зоной расположена техническая комната бойлерная также она будет выполнять функцию комнаты кладовой в общем санузле установлена ванна унитаз раковина ну в принципе все по стандарту друзья мои но о чем я хочу более подробно поговорить это а вот этом решение конкретно стиральная машина сверху установлена сушильная машина ну в принципе я думаю многие люди понимают что сушильная машина в принципе нужно в каждом доме особенно если у вас есть маленькие дети либо животные либо маленькие дети и животные то есть этот момент как бы обсуждать мы не будем но самое главное что они установлены сверху друг на друге соответственно у них функционал остается тот же самый никакого дискомфорта нет наоборот даже удобно потому что вот она на высоте и самое главное площадь лишнюю не забираем если конечно не будут стоять рядом то площади уходит больше а так по факту вот она вот это решение очень идеальная плюс между стиральная сушильная машинка есть вот такая выдвижная полочка очень удобно опять же что-то поставили уложите забираете так далее коридор в котором расположен лестничный марш по которому мы попадаем на мансардный этаж это еще не его финишный вид на финише он будет выглядеть вот так и обратите внимание что под ним еще в дальнейшем будет установлен шкафчик для вещей на мансардном этаже и конечно же есть коридор вы его сейчас видите со своим окном то есть дополнительное освещение проветривание все в принципе на уровне все удобно в целом друзья мои я хочу чтобы увидев данный мансардный этаж понимая его функционал вы хорошенько подумали потому что он стоит гораздо дешевле полноценного второго этажа но при этом по функционалу вы видите он не уступает с учетом того что в принципе первый этаж максимально комфортный для среднестатистической российской семьи из четырех человек то есть первого этажа более хватает второй этаж мансардный он уже идет так поскольку по стойку на мансардном этаже полностью сделана чистовая отделка но пока еще не установили мебель и технику конкретно вот это помещение будущее комната отдыха естественно при такой площади можно сделать спортзал ну либо у кого какие планы санузел на мансардном этаже который между прочим 3 по счету в этом доме ну то есть это так для информации опять же про то насколько необходим на индивидуальном этаже санузел я думаю смысла говорить нету каждый из вас все и так понимает гардеробка просто топ исходя из ее площади она в прямом смысле слова для всей семьи и самый основной и плюс это то что она не находится в какой-либо из комнат то есть она полностью автономная соответственно в любое время любой проживающий в этом доме может спокойно сюда попасть общая стоимость такого дома в таком состоянии на сегодняшний день около 10 миллионов рублей естественно полное строительство чистовая отделка мебель техника в эту сумму только не входит земельный участок и все что связано с ним стоит отметить что сам дом далеко не бюджетный начиная от плитного фундамента продолжая кирпичными утепленными стенами и заканчивая крышей также дизайн интерьер мебель и техника тоже далеко не бюджетный эта отсылка идет к тому можно ли построить такой дом дешевле да можно и само строительство можно выполнить дешевле чистовую отделку мебель и технику тоже подобрать подешевле но друзья мои вы должны понимать что это будет дом уже совсем другого качества соответственно вы должны правильно рассчитать свой бюджет подписаться на наш youtube канал поставить лайк за проделанную работу с вами был евгений youtube канал дневник строителя всем пока